глухая летняя ночь шла к концу небо было без туч но без звездно мелкая пыль подбиваемая ветрами засорила воздух сделав его непрозрачным и даже луна еле пробивалась сквозь тьму только свет от нее было немного и все же ощущалось что вот-вот забрежет тьма не была уже густой это эдуард кондратов роман жестокий год самарис кондратов о самарском жестоком годе возвращаемся на сто лет назад ах еще и еще и еще нам надо видеть как камни красные чтобы взором тоской некрещенным переснились бы страшные сны вот в такой-то неурочный час в деревянном квартале у малаканских садов взвизгнула калитка из палисадника вышел человек в темной одежде он бросил недовольный взгляд по сторонам надвинул картуз поглубже на лоб и пошел дальше по правой стороне улицы держась около домов и заборов рассмотреть его лица было невозможно но люди ждавшие гаюсова в засаде точно знали что это он хоть изредка в просветка между домами мелькала то ли человеческая фигура то ли тень с гаюсова не спускали глаз нескольких десятках шагов от него прячась за заборами ли прижимаясь к домам крался человек а еще чуть дальше не теряя его из вида шли двое иногда гаюсов останавливался прилипал к стене и стоял неподвижно и тогда тотчас останавливались те кто шли за ним и в эти минуты совсем тихо становилась на улице ну вот не дойдя нескольких кварталов долобазов воскресенского базара гаюсов остановился и вошел в подъезд дома о двух этажах с мезонином и сейчас же дом окружили и послышались приглушенные команды себя не обнаруживать ждем тонко скрипнули ворота послышались удаляющиеся шаги все так же тиха была старая хибара но в одном из окон желтел свет потом он погас и зажегся снова вот за углом зацокали копыта со стороны воскресенского рынка к подъезду подкатила пролетка на козлах скрючился кучер никто не вышел из пролетки подъехал и остановился только и всего но прошло несколько минут из подъезда стали появляться фигуры 1 2 3 в бледном свете поблескивали кожные куртки и обвинявшись и словом трое уселись пролетку кучер щелкнул кнутом и пролетка растворилась в темноте автомобиль из всех своих не столь уж многих лошадиных сил мчался к площади парижской коммуны вывернув с александровской на саратовскую он проскочил мимо пушкинского скверика и резко затормозил у дома башкати на на крыльце башкатинского дома толпились люди с винтовками из дома выходили другие с поднятыми руками в кожаных куртках на козлах вместо кучера сидел широкоплечий красноармеец с трехлинейкой на изготовку все это гаюсов успел рассмотреть при свете фар во время короткой остановки своего автомобиля не в силах сдержать бессильной ярости он выхватил маузер и вместо того чтобы поддать газу начал стрелять наугад по темным фигурам людей охнув повалился на землю и ткнулся лицом в брусчатку молодой чекист гаюсов стреляй по колесам услышал он сейчас же громкий крик и люди метнулись в сторону через полосу света только теперь услышав этот крик гаюсов словно бы опомнился взрывел мотор его а бэнс рванул с места но сейчас же раздалась беспорядочная стрельба брызнула стекло и автомобиль закрутился на месте как будто бы вокруг невидимой оси фары автомобиля погасли живьем брать орали в темноте с боков заходи с боков шарахнул выстрел часовой губ из полкома бил из винтовки прямо с крыльца бэнс дернулся выскочил на тротуар и ударился в стену дома крестьянина выпрыгнув из автомобиля гаюсов прихрамывая пробежал по тротуару и свернул за угол где-то сзади гулка топала погоня из полукруглого подъезда красноармейского клуба высунулся заспанный дежурный из открытых дверей в спину ему падал неяркий свет отчего растрепленная голова оказалась пухлой куда побежал чуть не в лицо ему крикнул мчавшись по следам гаюсов чекист по дворянской по советской то есть на ту сторону к струкачам побег выпалил таращись часовой бегом по советской по той стороне скомандовал чекист догнавшим его красноармейцем из особого отдела соображайте там сами а я садом к волге чекист взмахнул револьвером и побежал через улицу где огромным провалом чернел струковский сад чугунная ограда с пиками не остановила его ни на миг он кошкой вскарабкался на нее а когда прыгал вниз услышал продолжительный тихий треск это окончательно расползлась гимнастерка и теперь можно было выбрасывать ее с легким сердцем здесь то скатываясь то съезжая по травянистым буграм а то лавируя между выступающими из темноты деревьями он пробирался через дебри ночного сада он знал почти наверняка что всего минуту назад этим же путем от него уходил гаюсов а потому оказавшись внизу не задумываясь пролез через отогнутые прутья решетки и побежал к волшескому берегу там было гораздо светлее то ли пыли в воздухе меньше то ли отсвечивала вода а может быть на открытом пространстве чувствовалось приближение рассвета и там на волшеском берегу метрах в сорока от себя чекист различил быстро удаляющуюся от него фигуру человека стой закричал он вслед бегущему и выстрелил почти уверенный что не попадет но все же не без надежды что гаюсов остановится разумеется гаюсов не остановился и теперь оба они бежали вдоль воды одинаково упрямые в своей решимости уйти и догнать вода доходила до колен потом до пояса и бежать становилось все труднее и труднее чекист три раза выстрелил гаюсов тоже ответил тремя выстрелами и пули зачмокали около чекиста время было выиграно перед стрелкой чекист заставил гаюсова залечь и отрезал ему путь к лодке а когда тот оказался почти а возле нее гаюсов подбежал к мосткам и навел револьвер на бандита стреляю а ну бросай оружие маузер стукнул по деревянному настилу гаюсов поднял руки затравлено глядя на медленно взбирающегося на мостке чекиста не сводящего с него дуло нагана он лихорадочно искал пути к спасению издалека со стороны средневолжского машиностроительного завода доносились невнятные голоса дождавшись когда чекист поравняется с концом доски гаюсов сделал резкое движение ногой доска сильно ударила преследователя под колено и он потеряв равновесие шлепнулся в воду а гаюсов стремительно прыгнул в лодку и со стервенением принялся отматывать канат от алексеевского спуска на помощь своему товарищу уже бежали красноармейцы а чекист сидел на берегу зажимая рану ушел сквозь зубы произнес он по его лицу бежали горячие струйки а в это время на другом берегу предрассветный сумрак еще окутывал тихую и сырую поляну сорока сидевшая на ветке и с достоинством чистившая клюв неожиданно насторожилась в кустах кто-то зашевелился сорока еще раз прислушалась и перелетела носок выше раздвигая жухлые ветки орешника на поляну вышел гаюсов он остановился прислонившись к разлапистому сокурю и стер вот с лица оставив грязные полосы на лбу и на щеках дыхание его было прерывистым как будто бы он поднимался в гору какие на проранее горы так бугорки старуха взойдет без одышки но если прошел на веслах через всю волгу да еще тебя гнал страх погони пожалуй будет дыхание прерывистым но отдыхать долго он не собирался перевел дух и дальше в лес скорее скорее только бы не столкнулся с каким-нибудь болваном который зарюет на реке со снастями смерть несет через локоть двустволку немы сосны и звезды молчат как же мне одинокому волку не окликнуть далеких волчат с вами был михаил перепелкин